приветствую вас и проблема которую вы обозначили можно условно разбить на две составные части вот именно с этих составных частей мы и начнем первая проблема эта проблема общения вообще как таково знаете для того чтобы разобраться в этой проблеме необходимо нужно ответить на несколько вопросов первое это если у вас проблемы в общении в общении с другими людьми или только с этим мужчиной соответственно если проблем общения нет другими близкими вам людям не проблем то тогда естественно и логично понятно чем мужчины отличаются для вас от скажем всех остальных возможно тем что он вам нравится возможно тем что у вас есть какие-то чувства и так далее и тогда нужно раз вы боитесь что человек почитает вас неинтересный да что скучно и так далее нужно определяться с тем что вы можете дать мужчины как женщина чего мужчина хочет от вас и определяться с тем можете ли вы дать ему то что хочет он и может ли мужчина дать вам то чего хотите вы вот ответы на ответы на эти вопросы помогли бы вам прийти к никому в некому такому консенсусу относительно вашего внутреннего противоречия и помочь выработать соответствующие изменения поведения то есть если да то нужно стараться отвечать его желанием стараться стараться как-то принимать его потому что он сказал нам что он может общаться только в одно время значит другой он занят и это нужно уважать хотя бы на первых порах там дальше уже будет вид то есть проблему если проблема общения если она только с ним ну и начать таким вот образом но если общаетесь тяжело мы со всеми людьми или большим кругом людей общаетесь вы трудно то вот тогда конечно нужно работать с вами более серьезно потому что имеет место комплекс имеет место неуверенность в себе имеет место какие-то зажатости страх и так далее это все идет из детства или из каких-то негативных ситуаций которые с вами произошли и это нужно убирать исправлять прорабатывать учиться то есть расчерять ваши границы как именно это делать в каких направлениях вам двигаться и какие средства использовать нужно думать думать после того как будем более яркое представление о вас больше более четкое понимание вашей проблем проблематики проблем вообще не существует и успешно решается дальше что касается собственно говоря второй части вопроса этот вопрос этот часть посвящена тому что вам нечем сказать то есть как сделать так чтобы как можно больше можно было поддерживаться расковой ну во первых нужно понимать что есть некий такой баланс пусть и хрупкий между интересом человека к человеку так то есть вот если личности интересен другой человек мужчины мужчина интересен женщины захотим понять чем этот мужчина иначе на ее привлёк вот чем он не нравится и почему понятно что пока любви еще как таковой нет и говорить о безусловном принятии человека рано потому что ну нет любви но чем-то он привлёк допустим мужчина женщина и нужно понять чем что интерес для женщины и тогда это и определить первый в пользу интерес если интерес достаточно сильный то что проблемы с общением решаются путем согласования максимального совпадения интересов друг друга если интерес не очень большим то нужно тогда налаживать какой-то диалог налаживать какое-то общение чтобы вам было о чем поговорить и это формируется второй поле полис интересов полис интересов ой прошу прощения полю полюс диалога и полюс интересов а как бы представляет собой две противоположных страны потому что там где ошиблённый диалог интереса может не быть а там где есть интерес оживлённого диалога может не быть и соответственно если ваша проблема включается в диалоге но при этом интерес есть то можно говорить о недостатке в первую очередь интерес интерес не компенсирует ответственность диалога и диалог нужен чтобы поддерживать интерес это ни в коем случае не нужно воспросматривать что-то плохое напротив это нормально и в общем-то и стандартная ситуация для отношений ну и чтобы развивать полис диалога нужно иметь соответствующие условия нужно иметь базис базис включается в вашем образе жизни в вашем кругозоре эрудиции и так далее и при явной нехватке этого нужно это повышать то есть участвовать кругозор познавать новое развиваться ли для себя заниматься каким-нибудь творческим видом деятельности или просто постоянно как-то познавать что-то новое и поговорить о чем будет самый лучший и лучший оптимальный вариант это постоянно получение новых впечатлений которыми вы потом делились с мужчиной то есть даже о себе говорить ничего не надо вы просто рассказывайте то что вас зацепило то что вас впечатлило то что вам интересно и так далее тем самым становитесь в мишине ближе а он делает то же самое и как вы наверное понимаете двигаться здесь можно в нескольких направлениях увеличивая свой интеллектуальный базис это научный запрос на расширение кругозора познавания новых и новых каких-то вещей и так далее это их ведение активного образа жизни для себя вне контекста отношений с мужчиной и по истечению определенного периода такого такой сферы деятельности вы получаете некий ворок впечатлений которыми вы хотели бы поделиться с этим мужчиной и делитесь с ним тут ничего личного ничего интенсивного конечно быть наверное не должно но это решать вам но вам по крайней мере будет о чем поговорить вот именно так решается ваша проблема если остались какие-то вопросы обращайтесь в личку помогу если вам понравился мой ответ пожалуйста сделайте его лучшим буду благодарен спасибо спасибо спасибо